Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. В ответ на эти слова в американском конгрессе проголосовали за увеличение финансовой помощи Украине. 12,3 миллиарда долларов военной и экономической помощи предоставят Украине наши заокеанские партнеры до 16 декабря этого года. Также США планируют создать новое командование для координации вооружения и обучения украинских бойцов. Базироваться оно будет в немецком Висбадене. Командование будет подчиняться генералу Кристоферу Каволли, верховному главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе. Новое командование рассчитывает, что угроза России для Украины и ее соседей будет сохраняться еще долгие годы. Открыть двери для перемещения финансирования в бюджет зарубежных операций на случай непредвиденных ситуаций, по сути являющегося резервным фондом Пентагона. Создать новое командование является элементом того, что Вашингтон рассчитывает на то, что в ближайшем время война не прекратится. На прошлой неделе Пентагон выделил очередную военную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов. В нее вошли 150 бронированных высокомобильных машин «Хаммер», 150 тактических машин для буксировки вооружения, 40 тягачей и 80 прицепов, два радара для беспилотных авиационных систем, 20 многофункциональных радаров, и, самое главное, 18 систем «Хаммерс» с боеприпасами к ним. Мы видим, как гаубицы, «Трипел Севены», «Хаймерс» или другое вооружение, которое еще несколько месяцев тому только обговаривали тему их поставок, а сейчас это уже реальность на поле боя. Сейчас мы обсуждаем вооружение большей дальности, 300 километров и дальше, а также бронетехника и самолеты. Деоккупация Харьковской области успешно прошла не в последнюю очередь благодаря использованию «Хаммерс». Теперь таких систем у ВСУ будет в два раза больше. У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами на территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет. Ленд-лиз нужен будет Украине тогда, когда Конгресс не будет нам выделять деньги. По ленд-лизу мы сможем получать от США то, что у них уже есть. Сейчас мы это получаем бесплатно, через президента. Нам технику просто дарят. А вот когда эта опция будет закрыта, мы сможем получать ленд-лиз. Сейчас мы активно обговариваем механизм, как это будет работать. Пока у нас есть возможность получать технику бесплатно, мы будем этой возможностью пользоваться. В перспективе. Украина ожидает поставок еще более серьезного вооружения, чтобы вести успешную деоккупацию своих территорий. Речь идет о танках «Абрамс», «БМП», «Брэдли» и «Сау-Паладин» и системе ПВО «Патриот», которая поможет закрыть украинское небо. С Соединенными Штатами Америки мы сейчас обсуждаем три типа вооружения. Первое, то, что нам необходимо прямо сейчас на поле боя. Второе, то, что нам будет необходимо в ближайшие месяцы. И третий тип – это армия будущего. Кремль не желает останавливаться на той ситуации, которая сейчас есть. Он планирует дальше затянуть мир в конфликт, который происходит на территории Украины. И, собственно говоря, Вашингтон к этому готовится и принимает все возможные меры для того, чтобы наиболее эффективным способом и в кратчайшие термины поставлять те или иные виды вооружения, обучать украинских военнослужащих. Ну и все дело для того, чтобы приблизить победу Украины. В пятницу по итогам фейкового референдума диктатор Путин фейково присоединил украинские территории к Российской Федерации. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Тем самым Путин окончательно развязал руки освободителям Украины и Европы от фашистской чумы 21 века, российских оккупантов и российского мира. И Соединенные Штаты нам в этом помогут.